друзья мои всем огромнейший привет с вами елена и добро пожаловать на мой канал сегодня я хотела чуть-чуть с вами пообщаться и чуть-чуть маленько таким болтовлогом да позаниматься с чем столкнулись сейчас мы конкретно да моя моя дочка так как заболела почему заболела довольно таким серьезно и я давай искать информацию да давай что ж да значит и край здрав и все в общем подняли все и всех поэтому друзья мои сегодня я хотела с вами поговорить что нужно обязательно сказать при вызове скорой помощи чтобы она приехала быстро а не через два часа очень часто встречаются вопросы где содержатся жалобы якобы да на работу скорой помощи особенно длительное время приезда вопрос весьма важный ведь речь идет о жизни человека а если дело дошло до вызова скорой помощи то практически всегда имеется угрожающая жизни ситуация после того как россии произошло разделение на экстренную помощь и неотложную помощь про это тоже сейчас мы маленько поговорим многие стали совершать грубую ошибку набирая 103 тем самым дожидаясь скорую по 2 часа и многим это стоило серьезного ущерба для здоровья или даже жизни дело в том что это единый телефон по которому можно взывать скорую помощь и неотложку но решение о том какую помощь направить пациенту решает именно диспетчер и руководствуется он тем что скажет тот кто вызывает эту помощь поэтому крайне важно знать что нужно сказать для оперативного приезда бригады скорой помощи экстренная помощь и неотложка так в чем же отличие разделение предусмотрено пунктом 4 статьи 32 федерального закона номер 323 об основах охраны здоровья граждан российской федерации существует три формы оказания медицинской помощи друзья мои кому то вдруг эта информация будет полезно пожалуйста дослушайте до конца и очень даже актуально значит три формы оказания помощи экстренная неотложная и плановая для получения экстренной и неотложной помощи можно позвонить в скорую экстренная называется медицинская помощь оказываема при внезапных острых заболеваниях состояниях обострение хронических заболеваний представляющих угрозу жизни пациента они отложены называется медицинская помощь оказываемо при внезапных острых заболеваниях состояниях обострение хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента то есть если экстренная то угрожает жизни, а неотложное это без явных признаков угрозы. При этом не всегда точно можно определить, является ли внезапное заболевание угрозой жизни. Поэтому при неточных формулировках могут направить неотложную помощь, а не экстренную. В этом случае, друзья мои, ключевым фактором является, как всегда, что? Время. Если экстренная помощь должна прибыть в течение 20 минут, как я вам и говорила, то неотложную можно ждать в среднем около двух часов. Представляете? Потеря времени может быть фатальной. Поэтому важно четко сформулировать симптомы, чтобы скорая приехала довольно-таки быстро. Рассмотрим, что это за симптомы и что нужно говорить все-таки диспетчеру. Что обязательно нужно сказать? Если требуется экстренная помощь, то нужно обязательно симптомы. Один из симптомов, по которым диспетчер сможет точно определить о необходимости такой помощи пациенту. Такими симптомами могут быть потеря сознания, либо спутанность сознания, тяжелая травма или серьезный ожог, боль в грудной клетке, что является подозрением на инфаркт, нарушение дыхания и существуют угрозы прерывания беременности. Также, если у ребенка до трех лет высокая температура, то помощь также должна быть приехать экстренная. Таким образом, если есть подобные симптомы, стоит сразу же об этом указать. Если состояние дает повод предположить, что начался сердечный приступ или инсульт, об этом тоже лучше сказать, поскольку тогда диспетчер перестрахуется и направит экстренную помощь. И в окончании, да, в последнем. Так что же еще нужно сделать? Если ситуация серьезная и объективно видно, что не обойтись без госпитализации, то лучше сразу начать поиски двух-трех сильных мужчин, чтобы транспортировать больного. На скорой, как правило, приезжают один-два фетчера, а водителю запрещено покидать автомобиль скорой. И помочь он никак абсолютно не сможет. Поэтому лучше подготовиться заранее. Ведь порой из-за суеты и переживаний об этом просто не подумаешь. Обязательно при вызове скорой нужно уточнить номер бригады, который нужно запомнить или записать. В случае каких-либо претензий, эта информация может, конечно же, пригодиться. Друзья мои, будьте здоровы и берегите, конечно же, себя. И в дополнение к этому еще, да, пожалуйста, друзья мои, оставайтесь, оставайтесь со мной. Дослушайте, пожалуйста, до конца, потому что эта информация будет очень и очень полезна и очень актуальна. Причем я стараюсь вырвать такие, довольно-таки свежие и актуальные новости на сегодняшний день. Изменения в работе медицинских учреждений в 2021 году. Беременным женщинам будет уделяться меньше внимания врачей. Ранее беременные матери должны были проходить три ультразвуковых исследования. Первая в срок от 10 до 24 недель, вторая в срок от 20 до 24 недель и третья с 32 по 34 неделю. Теперь, согласно приказу Минздрава номер 1130 от 20 октября 2020 года, им положено всего две процедуры. И пройти их можно будет в сроки с 11 по 14 из 19 по 21 неделю. Ранее молодые мамы должны были два раза посещать стоматолога, но теперь они будут довольствоваться всего одним разом. Отменили осмотр врача-отоларинголога. Ранее в период беременности необходимо было сходить на прием к этому специалисту хотя бы один раз. Акушеру-гинекологу теперь необходимо будет в срок не позднее 20 недель информировать о том, сможет ли будущая мама выносить ребенка. Ранее срок был увеличен до 22 недель. Количество обязательных посещений гинекологу сократились с 7 до 5 дней. Этот же приказ теперь определяет возможности и условия приема родов в фельдшерских пунктах или здравпунктах сельского поселения. Оказать помощь роженицам имеют право фельдшеры, акушеры, а если они отсутствуют, то медсестры. Если есть необходимость, то им разрешается проходить консультацию у более опытных коллег. В этом может быть задействована телемедицина, то есть что? Видеосвязь. Медицинские справки. Теперь медицинские справки или заключения врача можно оформлять в произвольной форме. Такие документы составляются на фирменных бланках больниц с подписью врачей и печати тех самых больниц, которые посещали граждане. Остальные требования к справкам больше не имеют в своей действительности. Эти документы также есть возможность оформить в электронном формате, если, конечно, пациент сам этого захочет, или в случае, если он решил обратиться по каким-либо причинам за справкой через госуслуги. На всех электронных справках теперь будут красоваться усиленные, что квалифицированные электронные подписи. В любой поликлинике при желании выпишут рецепт на очки или линзы. Теперь все поликлиники, в которых есть кабинеты врачей-окулистов, будут иметь еще и специализированные кабинеты оптометрии и коррекции зрения. Пациент без проблем сможет подобрать любые линзы или очки. Министерство здравоохранения проинформировало о том, что гражданам представлены и другие услуги по коррекции зрения, но пока еще нет уточнений, какие конкретно. Оказаться в больнице федерального уровня удастся не всем. С 1 января, согласно приказу Минздрава, от 23 декабря 2020 года номер 1363Н утвержден новый порядок направления пациентов в федеральные медицинские центры. Перечень критериев, опираясь на которые, принимается решение о направлении на лечение в федеральную больницу. Если болезнь протекает нетипично или от лечения нет необходимого эффекта, лечащее учреждение не имеет возможности обеспечивать лечение, отсутствуют оборудование или профильные специалисты. Есть высокий риск осложнений или сопутствующая болезнь. Необходимо дополнительно обследовать пациента при сложном случае или осложнении. Лечащий врач непосредственно будет принимать решение о направлении больного в федеральный медицинский центр в течение трех дней. После того, как лечащий врач отправит документы в федеральный медцентр, комиссия врачей из этого медцентра должна принять решение о необходимости направления пациента или об отказе. Вот, друзья мои, еще раз вам говорю о том, что будьте все-таки здоровы, берегите себя, берегите своих близких. Если вам моя информация была хоть чуточку полезна, чуточку вы что-то почерпнули для себя и где-то там в блокнотике черканули, то, конечно же, я прошу вас поставить пальчик вверх. Если не понравилось то, что я сказала, то, конечно же, дизлайк. И на это я соглашусь, любая информация и любая оценка для меня также будет важна. Благодарю вас за внимание. И еще раз берегите себя, берегите своих близких. Продолжение следует. Всем до новых скорых встреч.